здравствуйте уважаемые ученики 5 классов продолжаем изучать основы безопасности жизнедеятельности тема 4 то есть урок у нас 4 звучит тема так взаимоотношения людей проживающих в городе и их безопасность изучим три основных вопроса 1 город и социальная среда 2 состав населения и взаимоотношения горожан и 3 профессиональная деятельность тоже опять же напоминаю что мы отдельно выделять вопросы не будем поэтому раскрытие всех этих вопросов будет единым как говорится потоком мы знаем что на жизнь человека в городе оказывает влияние не только природные и техногенные то есть связанные с эксплуатации техники условия но и социальная среда то есть состав населения и профессиональная деятельность этого населения вот это и есть социальная среда социальная среда в каждом городе имеет свои особенности это связано прежде всего с предназначением города его профессией также с ней связаны особенности природных условий в городе о чем мы узнали на предыдуть на предыдущем занятии и так город и социальная среда в каждом государстве есть главный город он называется столица большинство столиц мира образуют города которые главенствуют во всех сферах жизни общества жизни страны столица российской федерации город москва это важнейший политический экономический и культурный центр а также крупнейший транспортный узел страны во всех направлениях то же время москва это промышленный город рабочий город более 50 значительно более 50 процентов его населения составляют рабочие особое место по социальному составу жителей принадлежит портовым городам значительное число жителей таких городов работают либо на судах когда многие мужчины надолго уходят плавание либо же в порту то же время здесь очень много приезжих вообще состав жителей в портовых городах изменчив благодаря постоянному вливанию новых людей наиболее крупные портовые города россии это санкт-петербург мурманск новооссийск и владивосток но это самые крупные есть помельче портовые города существуют курортные города которые в силу своих климата климатогеографические условия предназначить предназначены для отдыха и для лечения населения страны теплое время года отдыхающих здесь становится больше чем постоянных жителей род занятий основной массы местных жителей связан с обеспечением отдыха курортников самый большой город курорт в россии это сочи он протянулся по черноморскому побережью кавказа на 140 километров это единственный в россии район субтропиков с обилием тепла и солнечных дней также такими городами курортами подобным сочи является город севастополь и ряд городов крыма в россии район субтропиков это прежде всего конечно сочи адлер одновременно является сочи городом-курортом но по главному своему предназначению это не только город-курорт но и город-порт значительное место в нашей стране занимает промышленные города такие как челябинск екатеринбург новокузнец и другие города в которых сосредоточены новосибирск например в которых сосредоточены различные центры промышленности а также науки технологии промышленные города во всех странах в том числе и россии остаются наиболее распространенным типом города они нередко представляют собой скопление срастающихся поселков каждый из которых вырос возле шахты предприятия завода или рудника среди промышленных городов особенно много таких которые заняты только каким-то одним делом скажем добычей угля кемерово или белого производством тканей иваново производство машин или цемента из китим в новосибирской области и так далее большинство жителей такого города рабочие заняты на его предприятиях существует еще города ученые основное предназначение которых обеспечение проведения фундаментальных научных исследований это троицк королев дубна сиров обнинск и другие научные города академгородок новосибирске таких городах много людей которые исключительно занимаются наукой каковы со взаимоотношения людей людей то есть нас с окружающими нас людьми в состав населения и жизни людей в городе имеют свои особенности связанные с предназначением этого города и взаимоотношения людей в городе отличается взаимоотношения людей с сельской местности и это понятно это происходит потому что в городе проживает очень большое по сравнению с селом число людей в городе большинство людей не знакомы друг с другом каждый городской житель помимо самых близких людей родных и друзей а также коллег по работе может знать иногда только в лицо лишь 20-30 человек с которыми приходится время от времени встречаться например врачей двойника продавцов своих соседей остальные люди а их в городе может быть очень много 12 тысяч до нескольких миллионов они не знакомы для каждого человека для приобретения жизненного опыта и обеспечения собственной безопасности большое значение имеет умение правильно строить свои взаимоотношения с окружающими незнакомыми для нас людьми особую роль в жизни играет общение со сверстниками чтобы эти взаимоотношения были полезны и интересны необходимо заслужить уважение и признание сверстников заработать среди них авторитет для этого нужно уметь согласовывать свои желания и интересы желаниями других свои дела с общими целями немаловажное умение правильно выбрать товарищей общение с которыми не грозит неприятностями случайно можно попасть в компанию в которой курят употребляет спиртные наркотики совершают хулиганство совершает право другие правонарушения если попасть в такую компанию и порвать с ней как бы невозможно или вас силой удерживают в этой компании необходимо обо всем рассказать родителям и попросить их помощи чем раньше вы это сделаете тем лучше как мы уже говорили современный город многолюден и проживая в нем вам приходится постоянно встречаться с незнакомыми людьми и и Субтитры подогнал «Симон»!